Всем привет! Сегодня у меня немножко другой фон, более такой новогодний, надеюсь вам понравится. Я зажгла все ханукальные свечи, несмотря на то, что сегодня всего лишь, по-моему, пятый день хануки, да? По-моему, пятый день хануки. Так что у меня есть ровно время рассказать вам все, что я вам сегодня хочу рассказать, пока свечи не погаснут. Сегодня я хочу вам рассказать, какие же были мои фавориты, всего так немножечко понемножечку, за этот прошедший 2014 год. Итак, мы начнем с косметики. Все, что я буду рассказывать, я перечислю вам внизу в инфобоксе, так что вы ничего не пропустите. Итак, два фаворита помады за этот год у меня были. И я знаю, что вы все сейчас точно отгадаете хотя бы одну из них, потому что я вам все уши про нее прожужжала. Это помада от MAC. И какая помада от MAC? Heroin. Это вот эта вот фиолетовая помада, которую я купила в этом году, и это однозначно был мой фаворит. Я ее везде таскала, я ее таскала. Я ее купила во второй половине этого года, да, во второй половине этого года. Мне ее купила Оля, когда она летела за границу, и ей попросила мне привезти эту помаду. Обожаю! Это однозначно мой фаворит с того момента, как она у меня есть. Я ее не снимала, таскала почти все время, когда я красила губы. Так что это однозначно мой фаворит, но вы это все уже знаете, мне вам даже рассказывать нельзя. Вы, по-моему, половину, то, что у меня здесь есть, отгадайте. В общем, и вторая помада тоже, которую я получила во второй половине этого года, как ни странно. Хотя все мои помады, они мои фавориты, но вот это два таких ярких фаворита, от которых я в полном восторге. Это Мили Бачи от Нуба, 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 как говорится, Нуба, Нуба, не помню. В общем, она сейчас у меня на губах, она такая красно-бомбезная, просто суперская помада. Она мне намного-намного-намного больше нравится, нежели Лам Крайм, такой же вариант красной помады. Обожаю! Я ее получила в посылке от Тани, просто замечательная-замечательная помадка. Как ни странно, за этот год я попробовала, не знаю, туши шесть, наверное, и кроме вот Гурмандиста, еще одно Лореалевский. Во всех тушах я была полностью разочарована. И все-таки Гурмандист... Гурмандист, я неправильно говорю, Гурмандист. Гурмандист выиграла у Лореаль, она дает моим ресничкам намного больше эффекта, и вместе с тем, когда я ее наслаиваю, даже второй, третий, четвертый слой, она никогда не склеивает мои ресницы. Это вообще замечательная тушь. Если кто-то из вас знает, где я могу заказать ее онлайн, обязательно, обязательно напишите, расскажите в какой-то, может быть, группе ВКонтакте. Она просто обалденная, и на ebay она не продается, и я очень-очень хочу себе еще купить несколько таких. Следующий мой фаворит из косметики будут вот такие румяна от Tarte. Тарт, тоже про них вам сто раз рассказывала, я их уже успела разбить, и показывала вам, как я склеивала их спиртом. Обожаю эти румяна, они у меня в цвете Exposed. По-моему, один из самых знаменитых оттенков у Tarte в румянах. Они, по-моему, подойдут всем, может быть, кроме чернокожих девочек. Я не уверена, не уверена. Ну, поскольку я не знаю, как на чернокожих работают эти румяна, но, по-моему, всем остальным они просто реально подходят. Поэтому просто замечательные румяны. Если у вас у кого-то есть возможность, и вы любите румяны, и вы хотите такой натуральный оттенок, у вас есть возможность их попробовать, обязательно-обязательно раскошельтесь и попробуйте. Если вы будете недовольны, я беру всю вину на себя. Следующим косметическим фаворитом в этом году у меня, конечно же, было масло чайного дерева. У меня вот такой вот от Aura Kesha, я вам про него сто раз тоже рассказывала, но, по-моему, не имеет значения, от какой он у фирмы. Главное иметь значение, чтобы оно было стопроцентное натуральное масло чайного дерева. Да. Оно замечательно борется со всеми неровностями на лице, пятнышками, прыщичками. Просто это находка этого года. Его я купила в самом начале этого года, и для меня это было какое-то открытие. Как будто я для себя, не знаю, открыла Америку. Просто открытие. До этого я не знала, что масло чайного дерева настолько замечательно борется с разными неровностями. Поэтому для меня это было однозначно открытие. И также для меня было открытие вот этот вот серым от Michael Todd. Просто замечательная вещь. На ночь просто влюблена. Я уже заказала себе вторую порцию, как говорится. Также у кого проблематичная кожа, он замечательно борется с проблематичной кожей во время сна. Замечательный серым. Очень хорошо увлажняет его кислоты, обновляют кожу. В общем, короче, я в него влюблена. Она на данный момент это мой такой косметический самый фаворит из всего-всего-всего-всего-всего-всего-всего-всего-всего, чем я пользуюсь. Просто очень-очень его люблю. Я вам про него рассказывала буквально два видео назад. И также мой фаворит для моего тела, это вот такой шоколадный скраб. О, девочки, вы только мне его просылайте в подарок. Кто мне делает подарки, посылает, потому что достать мне его тоже негде. Есть, опять же, если вы знаете, где все эти русские вещи можно купить онлайн, обязательно пишите, потому что я с удовольствием буду сама это покупать и заказывать. Просто я не знаю где, я сама не нахожу. Вау, он просто фантастический. Это мой, по-моему, второй или третий бутылок, что я получала в подарок. О, просто фантастиком. Просто-просто-просто фантастиком. Мои любимые духи за этот год были вот такие вот духи от Исимьяки. Я их очень-очень люблю, на самом деле, как раз сейчас, на зиму. У них такой очень активный запах, цветочный запах. Он мне почему-то напоминает очень сильно такой глубокий запах сирени, хотя многим он вообще запах сирени напоминает. Обожаю этот запах. Они, по-моему, всегда будут мои любимыми. Очень-очень люблю Исимьяки в разных вариантах. Как бы они ни выглядели, какой бы бутылёк, какой бы limited edition не был, очень люблю эти духи. И однозначно в этом году они были моим таким любимым фаворитом. Теперь давайте перейдём к рандомным фаворитам. Вот такие вот кружечки я обожаю. Купила их в Икее. Я теперь хочу целых 6 штук таких. Я вам уже не раз их показывала и в Инстаграме, и здесь на канале. Просто классные, суперские кружки. Они просто выглядят очень красиво, очень элегантно. И они очень большие и удобные. Однозначно мой фаворит из домашней посуды. Раз уже показала кружку, покажу и свой любимый кофе. В этом году мой любимый кофе был вот такой вот кофе, поскольку у меня есть дома машина на эспрессо. Моя любимая капсула, на которой делает кофе, был вот такой вот кофе карамельный. Да, с вкусом карамели. Я знаю, что девчонки, кто живет в Израиле, у кого тоже есть машина, тоже очень любят этот кофе. Сейчас появился у них новый, а с лесным орехом тоже, девчонки, замечательно. Обязательно попробуйте. По-моему, это limited edition, но я не уверена. Вот это однозначно мой фаворит, когда каждый раз, когда мы покупаем капсулу, мы всегда больше всего берем этот, потому что я кофеман, кофе пью. Обожаю кофе, муж мой менее любит кофе, я просто-просто обожаю кофе, и всегда-всегда мы берем мне побольше такого кофе. Также моим любимым алкогольным напитком и неалкогольным напитком в этом году был вот такой вот яблочный сайдер. Конкретно сейчас у меня яблочный сайдер без алкоголя, когда я куда-то выхожу, сижу в каком-то пабе, в каком-то ресторане, я очень часто себе заказываю такой же сайдер, только с красным вином. Это мой любимый алкогольный напиток и просто мой любимый напиток. И в этом году, в общем, в принципе, я его узнала в конце позапрошлого года, и вот весь этот год я его и зимой, и даже летом с удовольствием пила. Из любимых украшений в этом году, мои любимые украшения, конечно же, были мой браслет Пандора. Он у меня в этом году очень-очень сильно пополнился, в принципе, почти наполовину, поэтому я не могу его не отместить, я его постоянно пополняю, его очень люблю. И это, наверное, последние два года мое самое любимое украшение. В прошлом году он был моим самым любимым, и в этом году он остался же, конечно же, моим самым любимым украшением, потому что в нем очень много значений, очень много шармиков мне подарено с каким-то значением, есть тут значение, которое я сама для себя выбирала, что мне очень близко по сердцу, в общем, конечно же, это самое мое любимое украшение. Теперь давайте расскажу, какой был мой самый любимый фильм за этот год. За этот год самый любимый, наверное, самый любимый, самый запоминающийся фильм. В этом году у меня был русский фильм, который уже относительно старый, по-моему, 2011 года, который называется «Неадекватные люди». Ссылку на него я оставлю вам внизу, вы сможете его посмотреть онлайн, я его нашла просто через «Яндекс.ру онлайн». Он очень интересный, нет, его нельзя, наверное, назвать интересным, он очень неадекватный фильм, и, не знаю, как-то он мне на сердце настолько залег, что за неделю я его пересмотрела два раза, и потом через неделю-две, как я его пересмотрела два раза, я решила, что мне хочется его еще раз пересмотреть, в общем, буквально за две с половиной недели я посмотрела этот фильм три раза. Я не знаю, почему он мне так запал в душу, но есть в нем что-то такое неадекватное и интересное, поэтому я оставлю ссылку внизу. Если вам будет скучно, загляните и посмотрите этот фильмец. Самый мой любимый магазин одежды в этом году, как ни странно, был магазин American Eagle. Очень много шорт я успела в этом году в нем прикупить, несколько рубашек, все джинсы в этом году, которые я покупала в этом магазине, поэтому он для меня как-то в Израиле конкретно был таким фаворитом в этом году. И также магазин нижнего белья Aerie, который считается, наверное, дочерний магазин American Eagle. Вообще он есть у нас в Израиле, во многих этих American Eagle просто есть отдел этого нижнего белья. И в некоторых местах есть уже конкретно самостоятельный магазин. Замечательно, нижнее белье. Так что, девочки, я вам советую зайти и пересмотреться. Не знаю, почему я об этом рассказываю, но я думаю, что кому-то это будет интересно. И в любом случае я очень-очень довольна качеством. И ценам. И напоследок, мой любимый музыкальный исполнитель в этом году был Эд Ширан. Вы уже не раз о нем слышали, вы нас даже видели в каком-то из логов, что мы вам пели его песни. А сейчас, на данный момент, моя любимая песня, это из его альбома X, песня Nina. И нам, как-то запал он нам дома в душу. Сначала мы его любили, потом мы купили его диск, нам его диск не очень понравился. Но потом этот диск, он, знаете, из таких дисков, когда ты его еще раз и еще раз и еще раз слушаешь, как-то он западает тебе в душу. И слова у него в песне, блин, до слез продергивают. Поэтому как-то дома он нам запал, и мы его очень полюбили. И даже сейчас, думаю, в феврале я ехать на его концерт. Нашли мы концерт в Риге, и мы думаем, может быть, даже поедем. Ну вот это были все мои фавориты на 2014 год. Отдельно хочу отметить, что, конечно же, самым громадным фаворитом за этот год было это все общение с вами. С блогами, с девчонками, с которыми я общаюсь, с девчонками, с которыми я встречалась. С Олей, что она уже стала моя soulmates, можно так назвать. Это, конечно же, огромный фаворит, это же, конечно же, огромная часть вообще то, что мой канал существует. Что вы меня смотрите, что вам нравится мой канал, поэтому вы, это мой самый большой фаворит за прошедший год. Ну что ж, на сегодня будет все. Надеюсь, сегодня вам со мной было интересно, а мы увидимся очень скоро. Пока! Всем привет, народ! Спасибо вам всем огромное, кто посмотрел мое предыдущее видео, которое я снимала вместе с Олей. И кто из вас оставил положительный, добрый комментарий. Для меня это было...